Привет-привет, ребятки! С вами Вовкин и вы на канале Мистер Кекс. Ребятульки, советую прямо сейчас поставить лайкос, потому что это видео просто будет взрывное. Я вам покажу новое оружие, новые шапки, которые у меня есть. Вот. Чего еще? Пооткрываем, конечно же, будем покупать бустер-паки вот эти вот, открывать их. Поэтому, ух, бомбейское видео будет. Вот так вот. Ну что же, а теперь поехали. Да, ребята, хочу вам сказать еще вот кое-что. Если видео неожиданно вырубится, прошу меня за это извинить. Но просто игра у меня частенько вылетает, потому что я играю с телефона, вот. С компьютера играть не могу, потому что комп слабенький. Вот был бы какой-нибудь мажорчик, который задонатил бы мне на новый комп. Вот это было бы, конечно, чудесно. Но, в принципе, вы тоже можете помочь мне в этом деле. И, кстати, прошу посмотреть мои видосы без перемоток от начала и до конца. Вот так вот. Ну, вообще, желательно включить какой-нибудь мой плейлистик, да, свернуть его в какой-нибудь окне без звука, чтобы он вам не мешал. И пускай играет, пока вы там за компьютером или пока вы не пользуетесь телефоном. Ну что же, ребятки, поехали. Давайте первая новиночка, чего я вам покажу, это, смотрите, что у меня есть. Золоченый обруч, представляете? Но для него нужен пятый уровень. У меня его пока нету пятого уровня, четвертый. Но вы посмотрите, какой он крутой. 188 силы у него, представляете? Если у вот этого, сколько там, 132, тут 188. Это на полтос чем-то больше, представляете? Защита головы 102, 121 теневой урон. Это просто вообще ни с чем не сравнимо с вот этим, да, тут 78, 76. Блин, скорее бы пятый уровень. Смотрите, вот у меня еще новая кепочка, шлем всадника, кстати, сейчас в нем мой герой, да. Потом вот это, что еще? Шлем рекрута, давайте тоже его наденем, посмотрим. Вот, ну не особо отличается от кепки всадника. И вот, смотрите, да ёк-макарёк, куда ты? Остроконечная шляпа. У меня теперь настоящий китаец, может рис садить даже. А ну беги на поля, сади рис. Ладно, пошутил я. Вот, что еще? Ну, в общем, такая повязулька еще есть, да, повязочка. Вот, потом вот такая еще шапка есть, облегченный колпак. Ну, вообще, легкий, прям легкий до безумия. Шучу, конечно, я не знаю, какой на самом деле написано, облегченный. Так, ладно, давайте оденем пока то, что у меня самое крутое. Пускай будет, в бою пригодится. Так, что у меня по этим, по костюмам? Ну, тоже у меня всякие новые, новые доспехи. Вот, смотрите, крестьянский доспех. Вот, ему еще вон ту вот шапку остроконечную. И видите, прям вылитый крестьянин будет. Точно можно на поле шуровать, рис сажать. Ну, или на завод какие-нибудь там телефоны делать, да? Китайские. Так, вот еще, что там? Кимоно ученика. Надевай. Вот, вообще, такое простейское, да? Это что? Расшитый костюм. Ну, прям сам расшивал. Ну, не я, он, конечно. Надеть, говорю. Вот, видите, как хорошо расшил. Под него облегченный колпак подходит, да? Будет прям костюм, прям жених китайский будет. Ну, ладно, наденем пока вот этот самый укрепленный. Так, ребятки, новое оружие, смотрите, парные сабли. Ух, они крутейшие. Потом нунчаки, обычный нунчак. Я их, кстати, даже еще не одевал. Вот, смотрите. Ах, нунчакист. Мой юный нунчакист, да? Вот эти, смотрите, какие штуки интересные. Металлический шуангоу. Я, честно, думал, что вот это, типа, верх орудия, да? А на самом верхе смотрим, на самом деле смотрим. Смотрите, это, оказывается, низ оружия, да? А вон там, как крючки какие-то. В общем, он ими тоже машет, как сумасшедший. Так, вот, деревянный посох. Ну, посох, я думаю, многие видели. Копье. И вот, ребятки, самый, самый жир, смотрите. Гуань Дао Страшника. Это просто жестяк. Сила 388. 167 атак оружием, 2% критической шанса, это, конечно, маловато. Но, ребятки, 388 силы, это просто шикардос. Шестой левел, кстати. Далеко мне до него еще. Ладно, давайте теперь откроем пару бустеров. Вернее, хватит у меня денег тут. Ой, я уже на втором левеле. Вернее, на второй главе. Тут уже по полторы тысячи уже эти бустеры. Ну, ладно, фиг с ним. Не будем жалеть. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Может, что-нибудь крутотенечка какая-то выпадет. Так, давай, что-нибудь эпическое. Вау, Гуань Дао Страшника. Хорошо, мне до 6 левела добраться. Нунчакист. Хорошо, тур. О-хо-хо-хо-хо, ребятки. Шикардос выпадает, но мне все это, правда, еще пока недоступно по уровню. Но это уже такое. Не особо, не особо. Продолжить. Конечно же, продолжить. Давайте что-нибудь хорошенькое. Я смотрю, ребятки, как я дошел до второй главы. Пошли вот эти вот всякие новые, новые кленовые всякие штуки, новое оружие, новые костюмы какие-то. Ух ты, нихрена себе! Прошу меня простить за вот это слово. Золоченый жилет. Ой-ой-ой-ой-ой! 255! Ай-яй-яй-яй-яй! Ребятки, я в шоке! Вот это да, калибри, редкий спецприем для нунчак. Опять золоченый обруч. Да дайте мне лучше для оружия что-нибудь хорошее. Не для нунчак, лучше для копья. Или для сабелек. Для двойных сабелек. Ну ладно, продолжить. В экипировку, я так понял, смысла идти нету. Так, хоть бы не вырубилась игра. Вот это, блин, самое жесткое, что мне не хотелось бы, чтобы не вырубилась игра. Чтобы она не вылетела. Так, ну в экипировке, видите, у нас ничего не поменялось. Вот это, конечно, золоченый жилет. Ребятки, здесь сколько? 178, а здесь аж 255. Ёшки-матрёшки. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, нужно срочно пятый уровень. Просто прям на срачняк, я бы сказал. Пятый уровень, чтобы одеть вот этот крутой шлем. Крутые доспехи. Ну что, а теперь давайте пойдем. Куда пойдем? А давайте вдвой... Стопе, стопе, стопе. В экипировку нужно. Нужно, нужно. Знаете, чего нужно? Нужно поменять оружие. А хотя, давайте с вот этими штукенцами я и пойду. Как они называются там? Металлические швангоу. А потом парные сабли возьму. Сабельки. Так, ну что, давайте. Такие вот эти вот швангоу интересные, да? Сейчас буду их ими лупасить. Так, ух ты, у меня противник немножко посильнее, чем я, конечно. Ну, блин, попробую, короче, его удалить. Но этими швангоу, ребятки, даже не знаю. Вот сабельками я бы...